Друзья, всем привет! Сегодня у нас 17 число, сделаем небольшой апдейт с последнего репортажа о распространении коронавируса в Нью-Йорке. Многие мне в прошлом видео написали про то, что паники никакой нет, коронавирус тоже особо людей не напугал, и все я придумаю. Ну, а некоторые писали просто, что такие очереди и ажиотаж в магазине Костка есть постоянно. Поэтому сегодня мы сделаем небольшой обзор по магазинам, супермаркетам Нью-Йорка. Я не поленюсь и проедусь, чтобы вы посмотрели, дорогие подписчики, на супермаркеты города, не Костка. И посмотрим мы, как формируется ажиотаж на примере такого товара, как хлеб. Хлеб всему голова, как говорится, поэтому посмотрим, правда, что есть ажиотаж и спрос на еду в городе, или все же это моя выдумка. Ну что ж, поехали! Супермаркет Браво! Вот они наши полки хлебные в первом магазине. Абсолютная пустота. Супермаркет Ideal на 720 Вашингтон-стрит. Пройдем в отдел с хлебом. Что, ребят, как вам такое? Голода? Нет. Самое интересное, зачем закупаться так хлебом, если, по сути, все его завозят все равно каждый день. Чудеса. Дальше зайдем даже в маленькие супермаркеты, чтобы показать, что не только в супермаркетах крупных сетей разбирают все. Это вот, как вы видите, супермаркет арабский. Держат его арабы в районе. Сейчас пойдем и посмотрим, сколько хлеба осталось здесь. И есть ли он в... В общем, ребят, давайте посмотрим, что осталось у арабов. Остались только просроченные булки. И все, что, в принципе, видимо, или не очень вкусно, либо просрочено. В принципе, все состоит из этого. Но тут, как вы видите, немножко больше. Так что, возможно, здесь у них этот не совсем хлебный райончик. Но, как видите, полки пустые. Факт остается фактом. А вот мы приехали в один из самых популярных магазинов, супермаркетов в черных районах. Называется Фудбазар. Посмотрим, как обстоят дела... Посмотрим, как обстоят дела с хлебом здесь. А здесь у нас, как обычно, полупустое состояние. Вот, видимо, сейчас только, видите, загрузили новый. Еле успевают раскладывать хлеб. Вот сейчас тоже, ребята, видите, раскладывают свой хлеб. То есть за день хлеб сметают нереальными темпами. Посмотрим, ребят, что с хлебом здесь. Есть ли шансы, как думаете? Прямо можно даже пыль вытирать. Красота. Как вы думаете, может, продавцам выдают зарплату хлебом? И скоро уже, в принципе, хлеб будет наравне с масками. Просто единицей расчета в современной реальности, ребят. Пишите в комментах. Не забывайте ставить лайк. Ребят, не забывайте писать в комментах, как обстоят дела в ваших странах. Есть ли хлеб и покупают ли его вообще. Нет хлеба, ребят, зато есть цветы. Романтика должна присутствовать даже во время коронавируса. Ребят, пока мы идем в наш следующий магазин, ShopFair, я хотел бы спросить у вас, зачем люди покупают хлеб, если, в принципе, его пополняют каждый день. То есть, ну, нехватки, в принципе, нет. Но вы же видите, какой ажиотаж. Зачем это делают? И что с ним, в принципе, с этим хлебом? Как они его хранят? Как вы думаете? Загадка. Здесь у нас стабильно. Стабильно все пусто. Ну и вот, ребята уже приехали, разложили. Куда уходит хлеб? В какие города? Популярным достаточно магазином является Кейфуд. Здесь его подразделение Галлафреш называется. Очень много людей покупают здесь. И оценить действительно спрос на определенный товар можно здесь без проблем. Пойдем посмотрим. Ребят, как вам? Это просто красота. Это как раздолье в пустыне. А вы еще мне говорите, что коронавирус все-таки никого не пугает. Вот такая вот жизнь американская, нелегкая. Чтобы окончательно развеивать мифы, отправляемся дальше в супермаркет Фудтаун. Дели Нейчерал Оганик. Сейчас посмотрим, что у нас здесь за дела. Здесь у нас та же пустота, только помимо хлеба здесь еще пустуют и морозилки. Выносят люди все. И я ни капли не накаляю. Я тоже считаю, что коронавирус это все-таки победимая болезнь, пандемия. Поэтому считаю, что вот эта вся паника, она не к чему. Хорошему не приводит. Сейчас мы отправимся в финальный супермаркет. И окончательно убедимся в том, что я пытаюсь вам донести. Что люди, конечно, движимы определенными течениями, ими легко управлять. И, в общем, сейчас посмотрим на полки в этом супермаркете. Как вы думаете, мне очень кажется, что на 98% они пустые. Если вы считаете, что нет, тоже не забывайте поставить лайк этому видео. И, конечно же, напишите, что нет. Ну или просто смотрите, ребята. Поехали. Удачное завершение репортажа, как по мне. Пустая полка абсолютно. Представляете, что происходит? Вот такая вот она ситуация. Жизнь нелегкая, видите, в Нью-Йорке. Все хотят есть хлеб. И вот такая вот хлебофрения происходит здесь последние 4 дня, ребята. Так что подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Не забывайте ставить лайк. Все, ребят, до скорых встреч. Пока. Запасайтесь хлебом заранее, если еще не запаслись. Потому что, если в вашей стране, в вашем городе такая движуха еще не началась, то скоро она начнется. Пока. Продолжение следует...